Я первая, говорящая, чихуахуа Софи. А я ее хозяйка Аня, и это научно-популярная рубрика Спроси Софи. Почему собака хрюкает, храпит и задыхается? Если ваша собака вдруг внезапно начала храпеть, хрюкать и задыхаться, то это явный сигнал о том, что с ней что-то не так, и стоит немедленно обратиться к ветеринару. Но что, если это ее характерная особенность, и она делает это постоянно? Моя собака хрюкает, фыркает и хрипит. Собака может издавать хрюкающие звуки в нескольких случаях. Если ваша собака брахицефал, порода с плоской мордой, мопс, французский бульдог, пекинес и другие. Или короткомордая собака, йоркширский терьер, чихуахуа и другие. Проблемы с дыханием у таких собак вполне обычное дело. Все потому, что у них очень тонкие и узкие проходы в носоглотке. Эта особенность таких пород не опасна сама по себе, но может со временем развиваться в брахицефалит, заболевание, связанное с деформацией гортани. Также хрюканье может появляться у собак любых пород. При спазме мышц носоглотки, которые вызываются сильным волнением, страх, например, во время салюта, возбуждение, чрезмерная радость и другие очень яркие эмоции. Заложенность носа, отек слизистой носовых ходов, искривление носовой перегородки. Моя собака храпит. И снова на первом месте генетическая предрасположенность. Короткая или плоская морда. Например, у бульдогов и пекинесов нос приплюснутый, с плоскими ноздрями. А у чихуахуа морда очень короткая. Это является причиной затрудненного дыхания во сне. Также храп может появляться у собак любых пород, когда пища застряла у животного в горле и не дает воздуху свободно циркулировать. Питомец заболел и у него насморк. Простуда, вирусное заболевание, острое респираторное заболевание, аллергия. Собака спит в неестественной позе и из-за нее дыхание затруднено. Во время сна лицевые и челюстные мышцы расслабляются и дыхательные пути могут сомкнуться, чем спровоцирует храп. Ожирение. Моя собака задыхается. Если собака хрюкает, когда она возбуждена, сильно запыхалась после игры или ее переполняют эмоции, то в этом нет ничего страшного. Но иногда хрюканье выглядит так, будто собака внезапно начала задыхаться, громко хрипя. У этого состояния много названий. Обратное чихание, сердечный кашель, реверсивный кашель или правильнее пароксизмальное дыхание. Причины пароксизмального дыхания доподлинно неизвестны. Предполагается, что виной этому состоянию могут быть. Особенности анатомического строения носоглотки. Снова карликовые породы, брахицефалы, короткомордые собаки. Гипертрофия мягкого неба. Аллергии и вирусные инфекции. Стресс и чрезмерное волнение. Новообразование в носоглотке. Кроме того, это может быть следствием попадания инородного тела в носоглотку собаки. А есть и паразиты, которые могут вызывать такое состояние собаки. Сердечные черви. Передаются они через укусы кровососущих насекомых. Самостоятельно обнаружить такого паразита не удастся. Только при помощи анализа крови. Что же делать, если моя собака хрюкает и храпит? Чтобы не усугубить проблему, если это вызвано генетической предрасположенностью, как у собак с короткой или плоской мордой, то все, что вам остается сделать, это минимизировать стресс и обеспечить здоровый образ жизни своей собаки. Не допускайте сильного волнения и перегрева. Не допускайте простуд и инфекций. Следите за здоровьем. Не перекармливайте вашу собаку и следите за ее питанием. Совмещайте активные физические нагрузки с пассивным отдыхом. Если же у вашей собаки случился приступ реверсивного дыхания, вы можете его остановить. Как это сделать? Как бы жутковато не выглядел этот приступ, не нужно нервничать и паниковать. Необходимо помнить, что это распространенное явление для многих собак, и оно не так опасно. Чаще всего приступ проходит сам по себе и без вмешательства. Но если вы хотите помочь своей собаке и сократить длительность приступа, попробуйте очень простой прием. Сначала слегка поглоти собаку под нижней челюстью и по горлу. Собака сглотнет, это расслабит мышцы горла и нормализует ее дыхание. Затем одной рукой зафиксируйте голову собаки, а пальцами другой закройте обе ноздри, так, чтобы блокировать поступление воздуха. Это заставит собаку открыть рот и глубоко вдохнуть, что поможет быстро остановить приступ. Внимание! Если же приступы повторяются по нескольку раз в день в течение продолжительного времени и не проходят, следует обратиться к врачу для тщательного обследования собаки. А также, если вы заметили, что питомец испытывает постоянные трудности с дыханием, чихает, кашляет, задыхается, хрюкает, и это явно беспокоит его и вас, отведите его к специалисту. Только там вы с точностью узнаете диагноз и способ возможного лечения. Следите за здоровьем вашей собаки. И помните, как сказал Джош Биллингс, собака – это единственное существо на свете, которое любит вас больше, чем себя. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы ВКонтакте, и будет вам счастье!